В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о рэп-культуре и как она развивается в нашем городе. В гостях у нас дальневосточные рэп-исполнители Дмитрий Доктор Д и Руслан Лайнлайт. Парни, добрый вечер. Добрый привет. Руслан, хочется первый вопрос адресовать тебе. Рэп-культура во Владивостоке, такая остренькая у нас тема, она существует или нет? Ну, исходя из 2011 года, ранее я об этом говорил в своем полноценном интервью с Аймой Ксилой, создателем нашей платформы «Рэп Владивосток Руна», на которой мы работаем. Конечно, стало все немножко сложнее, она надолго затихла, но не прям совсем. Все равно какие-то артисты постоянно функционировали, выдавали материал. И сейчас мы начали развивать эту платформу в более активную сторону, больше мероприятий. И да, я бы сказал, что она существует, много молодых, потенциальных артистов, хороших. В принципе, все это есть. А кто продвигает рэп? Ну, двигает, я не знаю, как на вашем языке это называется. Портал «рэп Владивосток Ру». Ну и сами личности, время такое, сейчас все-таки Инстаграм и прочие, ТикТок, соцсети. «Рэп Владивосток Ру» — это какой-то портал, это сообщество, что это? Давайте называть это платформой или площадкой. Сейчас такие термины появились. То есть это когда не просто в какой-то там соцсети страница или там только сайт с форумом. Это уже, скажем, на нескольких, да, там, соцсетях это есть все страницы и прочее. И это уже постепенно начинает превращаться в какого-то рода компанию, которая занимается организацией и прочим. Главный ее, можно сказать, сейчас как контент-менеджер и директор Данил Костенко. Я, соответственно, администратор, я помогаю ему активно. И вот Дима с нами тоже вписался в эти все дела. То есть я правильно понимаю, что это такая история, единая платформа, где, ну, допустим, там, молодой человек, совсем молодой возьмем его, да, он увлекается, ему все это нравится, у него получается, он там какие-то треки пытается делать. Ну, это как редакция, мы постоянно публикуем любые материалы, следим за всем, отслеживаем и организовываем мероприятия, приглашаем для того, чтобы, ну, и можем вообще посодействовать любой организации для того, чтобы у него получалось двигаться музыку. Ну, то есть любой рэп-исполнитель, начинающий, неважно, какой, может выложить на портал свой трек, клип и, соответственно, подождать комментарии, если они будут, в зависимости, что он сделал. Если это интересно, значит, будут хорошие комментарии. Если неинтересно, пару лайков. К сожалению. Как-то так. Ничего не поделать, все зависит от того, что ты делаешь. Ну, а есть какой-то шанс, что кто-то там, я не знаю, баста, посмотрит этот портал, оценит и пригласит к себе? Шансы есть всегда, это же интернет, но мы все-таки работаем как региональная, скажем, дальневосточная платформа. И нам в этом, конечно, плане сложнее, потому что сейчас такое время, что если ты хочешь, как продюсер, вложиться в артиста, в какое-то конкретное имя, сейчас все-таки все делают личности, имена, то необходимо брать этого артиста, везти в Москву, там где-то, скажем, его подраскрутить и оттуда, везти его назад сюда, через всю страну, да, ему полностью рекламу через всю страну. Вот так. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы он там засветился, даже неважно, чтобы он там вышел на какой-то уровень. Нет, там просто лидирующие компании, которым можно обратиться, проплатить финансовые средства для того, чтобы его крутануть, дать рекламу мощную и прочее. Чтобы о нем услышали и начали на него внимание обращать, слушать его треки, творчество смотреть, следить за ним, потому что сейчас много артистов и, как бы, надо внимание чем-то привлекать. Слушайте, ну, мне вот что интересно. С московскими исполнителями, ну, там, в принципе, все понятно. Это центр, да, это мегаполис, там другие деньги, там другие возможности. Что с нашими дальневосточными исполнителями и нашим дальневосточным рэпом? Какие-то проблемы он испытывает? Конечно. Ну, в первую очередь, наверное, отсутствие финансовых средств для того, чтобы вкладывать в это. Но даже если ты вкладываешь финансовые средства на выходе, организаторы, продюсеры и прочие получают, в принципе, либо ноль, а то и порой даже уходит в минус. Это факт, потому что... Чаще минус. Отсутствует инфраструктура, плюс, ну, администрация не совсем хочет помогать рэперам. Но зачем помогать рэперам? Рэпер – это ж болтусы с улицы. Ну, и сами рэперы как-то слабо реагируют на тусовки, которые планируются. То есть видно, что отдача слабенькая. Не знаю почему. Может быть, потому что они хотят сразу какие-то финансы получить, наверное, не знаю, за участие просто. Да, то есть сразу хотят, чтобы все было и сразу. Чтобы все было и сразу, чтобы был хороший пиар, чтобы их узнали там, не знаю, в Москве, наверное, сразу увидели. Еще на данный момент у рэп-ладивостока есть такая проблема, как аудитория. Аудитория, то есть составляет еще там от начала рождения портала, там, 2004 года. То есть это возрастная категория от 20 до 45 лет. Ну, конечно, 45, но есть такие. Их очень мало, но тем не менее есть. Нам нужно больше привлекать молодых людей, а молодые люди не хотят. Простыми словами, рэперы выросли. Да, это же наше поколение. Новые рэперы, они какие-то такие замороченные. То есть они хотят сразу, чтобы все было, и клипы, и треки, наверное. Даже на тусовки не хотят приходить, потому что, ну, ничего они получают. То есть просто выступить с одним треком, это неинтересно. То есть нужно что-то, какой-то бонус. Ну и нет понимания, что ты для начала должен работать на свое имя, чтобы потом имя приносило тебе доход. Ну, то есть этого нет. Ну, мне вообще так тоже все это интересно слушать. Вот наше поколение, оно выросло на рэпе. Мне кажется, как бы нам, родители, там не прививали, ну, классику, еще что-нибудь, да. Мы как раз то поколение, которое слушало рэп во все колонки. Колонки эти выставлялись там в открытые окна. Я хорошо помню, как мы там с подружкой, как мне родители дарили кассету Алсу, а я с подругой шла и покупала, нет, точнее, диск Алсу, а я с подружкой шла и покупала какую-то не супер хорошего качество кассету русский рэп, ненормативная лексика. Ну, это была субкультура, и она только начинала, ну, возможно, еще свое развитие, сейчас, да, идем договорить, вот, так же, как в Ленинграде, да, в Питере рок в свое время, там, 80-х годах. Она была субкультура, а сейчас рэп есть везде, большой объем информации, поэтому, поэтому сейчас сложнее артисту в каком-то плане. Вот тогда люди тянулись, потому что это было необычно. Это было, да. Да, запретный плод сладок, что-то вроде того. Сейчас все это есть, и уже стало легче, более проще, доступнее, и, соответственно, из-за этого стало и сложнее развиваться. Слишком много, большой поток информации. Дим? Ну, возможно, мне кажется, еще это было, как бы, это были 90-е, когда власть поменялась, было что сказать, как бы, вот, выразить свой протест власти, может быть, еще вот это вот повлияло. А сейчас, как бы, все хорошо, то есть, у людей есть айфон. Ну, да, устоялось. То есть, можно взять кредит. Не, ну, кстати, это был один из моих вопросов, правда, гораздо дальше, но спрошу сейчас. А рэп, да, ты уже проговорил, что раньше он был таким политическим инструментом своего рода для молодого поколения. Ну, да, возможно, поэтому слушали больше. Сейчас это так или нет? На самом деле, рэп разнообразный, их жанры тоже разнообразные. Мне кажется, в зависимости, как подавать и сколько артист оригинальный. То есть, может быть, он не обладает там какой-то читкой, панчами, но он делает оригинально, и это интересно. Потому что сейчас, возможно, не все дослушают трек до конца, какие-то панчи поищут. Ну, панчи – это интересные, да, самые такие острые фразы, как бы слова, то есть, чтобы люди понимали. Да, ты переводи, походу, на пышевое интервей. Слава, может, перевести. Да, то есть, самые такие, как бы, за душу берущие слова. Метафора. Метафора, да. И иногда сейчас многие, мне кажется, не слушают слова. Не будем говорить этих артистов, рекламировать, ну, кто делает. Да, ну, нравится просто ритм, нравится музыка, нравится минусовка. Все, значит, хорошо, значит, буду слушать. А если там нету начинки, нету какой-то, не знаю, текстовой составляющей грамотной, это никого не волнует. Да и это есть на самом деле. Ты можешь подать хоть что. Можешь подать правду, можешь подать улицу, можешь подать моду, цепи. Классно, тачки, все это. И то, и то. Ну, оригинально. Может быть классно. Главное, главное, то, как ты предоставишь, это и время портретов. Но если надо привлекать молодежную аудиторию, рэп Владивосток, может быть, это тиктоки, ютубы и все остальное? Ну, конечно же, приобщаем. Но вообще, во Владивостоке, насколько мы проанализировали полностью все, тикток, это скорее больше, наверное, подходит для блогеров или для каких-то там конкретных. То есть берется личность, он продвигает. Ну, танцорами, кажется, даже больше. Как может площадка это двигать? Инстаграм здесь самая активная соцсеть, поэтому там вести лучше всего, удобнее нашу платформу. То есть там набирать активность, да и, в принципе, так везде сейчас. Посмотрите, где вы найдете в ютубе действительно хороший, во Владивостоке хороший ютуб-канал. Ну, есть хоть один? Ну, наверное, нет. Вот, видите, то есть... Ну, наш канал. Здесь даже не раскачивают элементарный ютуб-канал, чтобы его монетизировать. То есть только максимум, что ты можешь монетизировать, это мероприятие и инстаграм. И то, если ты сам стрельнешь, если у тебя будет классный контент. И ты сам будешь классный. И, наверное, на ютубе там есть тренды. Даже если ты сделал интересный клип, чтобы он попал в тренды, его многие посмотрели. Я не знаю, как это нужно его как-то форсить, везде распространять, чтобы он попал в тренды. Потому что ютуб, он, наверное, тоже странный. Да, реклама, реклама тоже розет. Реклама, да. То есть тут нужно... В общем, нужно вкладывать денежку, чтобы... А денег у рэпа нет. Ну, по большому счету, да. Ну, да. По-честному, да, нет. Ну, то есть, как любой художник, беден, но талантлив. Поэт должен быть голодным. Да. Но только в начале. Голодный поэт по жизни – это печально, смог ему. А, вот так. Рэп – это какая музыка? Это про что? О, давай ты скажи. Серьезный вопрос. Рэп? Ну, изначально, да, вот сейчас как раз для... Вот так, кстати, давай так. Рэп – это музыка или это текст? Ну, здесь скорее пять составляющих – это все. То есть, это музыка, 70% успеха твоей композиции, текст, и к нему есть такой термин «флоу», то есть, подача. То, как ты этот текст изобразишь. Если эти два составляющих прилегают плотно к музыке, ты уже вот сделал почти на 90%. Остается все закрепить качеством материала, то есть, записать его на хорошей студии, довести его до ума, может быть, снять клип или что-то еще. То есть, довести контент до ума и распространить его правильно. Даже ты можешь, не пользуясь рекламой, но выкладкой правильно постов дойти до успеха. И последнее, конечно, пятое – закрепить своим портретом, доказать, что это принадлежит действительно тебе и что ты такой и есть, как ты говоришь в своих песнях. Да, если шанс того, что ты сделаешь хороший трек, но при этом вот не сделаешь то, что сказал Руслан, то есть, по порядку, ну, это очень мало шансов, что ты стреляешь прям хорошим треком, и он взорвет. То есть, если даже ты очень талантливый, но ты никому не покажешь свой трек, там, как-то, ну, не знаю, выложишь его в какую-нибудь сеть такую, в которой там никто не заходит, не читает, ну, в общем, ничего не будет. Ничего не получится. Нет. То есть, нужно двигать, вкладываться, просить репосты, наверное. Да, это как товар, еще уметь надо это продать. Да, то есть, ну, все равно трати на это время, пускай даже о тебя будут писаться люди, говорят, да ты надоел своим рэпом, что ты его выкладываешь, ну, а что делать, по-другому никак, потому что можно сидеть долго, делать хорошую музыку, тебя никто не будет знать, слышать, и потом ты просто скажешь, а я не буду больше ничего делать. Ну, ты так говоришь об этом, как будто тебе это знакомо. Знакомо, потому что музыкой занимаюсь давно, и по собственной глупости, наверное, много чего не сделал, хотя можно было сделать в то время, когда еще это было чуть попроще. То есть, сейчас все занимаются музыкой, а там дальше, ну, были моменты, были шансы, когда можно было бы стрельнуть каким-нибудь треком, но качество не дотянуло, ну, Руслан тоже знает. Я с 98-го бросить, наверное, это хотел, как наркотик, наверное, раз сто, и нет. 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 Дима, ты, сколько у тебя послужной список? Я записываю треки с 2007-го года. Это очень много треков, и иногда включаешь, прослушиваешь, и понимаешь, что ты не доделал его до конца, и ты вовремя не вложил, где ты его не показал. То есть, ну, можно было, тебе, может быть, дали совет какой-то, слушай, друг, сделай вот так и так. По качеству не дотянул, страдает качество, то есть, как-то казалось, ну, ладно, пусть будет такой трек, потом еще сделаю. А так время и уходит, то есть, время идет, те люди, с которыми ты там, возможно, начинал, уже что-то, там, какой-то из них есть результат, а ты все там же. А треки как пишется? Вы, ну, раз денег на это никто не выделяет, я так понимаю. Не, ну, записать трек на самом деле не так сложно. Единственное, найти... А снять клип? Ну, клип это вообще один. Послушнее, да, конечно. Найти, главное найти грамотного, наверное, человека, который сведет трек грамотно. Сейчас это очень важно, потому что сейчас тянет качество. Если лет 10 назад просто, что ты читаешь, это уже хорошо. И там, вроде слышны слова, минус играет, сейчас нет. Сейчас все хотят качество, потому что, ну, слушают все, как правило, на телефонах, но все равно, как бы качество ценится. Качество всегда идет быстро. Быстро, да. Да, то есть сейчас ты никого не удивишь, если ты запишешь трек на домофон, к примеру, ну, качество домофона, да, покажешь кому-то из своих друзей, все скажут, ну, хорошо, читаешь, прикольно. Но качество, если не будет, человек его повторно не послушает, то есть он послушает его один раз, ну и все. А нужно так, чтобы его цепляло, чтобы он по кругу его репитил, вот, то есть какая-то должна быть магия. Магия тоже качество решает. Руслан. Показал бы репитил, ну, типа повторял. Репитил бы, повторял бы, повторял. То есть вот включил трек, ты послушал его, проходит там час-два, ты такой, я хочу еще послушать, мне понравилось. А бывает так, включаешь, 20 секунд послушал, ну, все, как бы, понятно, все. Это про коммерцию или это музыка улиц, как принято? Андеграунд, как это называют? А-а-а, в смысле, что лучше? Ну, да, да, да. Не знаю, то и то. Что-то, где-то андеграунд может быть очень классным, если ты правильно русло его направишь и правильно подашь. У него есть тоже база слушателей, ну, примерно, там, фанатов у этих артистов, то есть андеграундных. Даже ни разу там, ну, может быть, чуть меньше, чем у коммерческой базы, чем у коммерческой музыки, да. Но суть, в принципе, так же. Доходит так же, ты все равно, дело артист, именно артиста. Ну, коммерция, наверное, это больше, мне кажется, к попсе относится. Почему? Потому что коммерция, ну, здесь, наверное, смотрит на самого артиста, как он выглядит, вот, какой он в клипах, вот сюда по части клипов. Если андеграунд, то многие, наверное, даже клипов не видят, просто трек заходит, и они его слушают. Но это, опять же, все, вот, относится, наверное, к олдскульному рэпу 92-х тысячные. Многие, кстати, клипы сейчас, если включить на ютюбе, те треки, которые стреляли, до сих пор их можно послушать, там клипы такие смешные. Вспомни, да, вспомни Бабангиду, там даже фотографии его никто не видел. Кто не видел, кто не видел, то есть, он совпадает в видеоряд, в видеоклипе, ну, ты просто смотришь, ты понимаешь, что это крутой трек, и тебе уже все равно, то есть, ты не смотришь на видео. Да, и даже абсурдность этой картинки, она создает эффект, создает эффект тех времен. Сейчас есть такие подобного рода андеграундные клипы, где делают все специально. Не то, что подстарину, это по-новому, да, это грязно, это прям абсолютно специально некачественно, а даже качественно, но специально грязнят, как будто это вообще там старая песня 80-х. Даже делают до такой степени, и это круто, типа. Слушайте, ну, сейчас, я имею в виду таких наших там западных рэп-исполнителей, которые при именах, при лейблах, да, рэп-так оккультуривается, я бы сказала, то есть, появляются какие-то там, ну, не знаю, совместные с какими-то классическими исполнителями, с коп-исполнителями. Ну, фиты, фиты совместные. Да, да, да. Это модно, это классно, нет, как это? Ну, конечно, это жанр, опять же, какой-то определенный, то есть, не только там один рэп, допустим, а что-то могут совместить, все правильно. Многие не могут понять такую вещь, что тренд, это когда ты создаешь что-то новое, ну, действуешь, это может стать трендом в любую минуту. Ты просто никогда не знаешь, станет ли это трендом или нет, что ты создашь новое, и при этом ты все равно уже сделал что-то старое, ну, то есть, по-новому. То, что сейчас происходит, я думаю, это больше зависит от развития молодежи, то есть, если мы больше проводили время на улицах, то у нас музыка была более уличная, она остается более уличной. А сейчас что? Сейчас время в тиктоке. Подросток сидит, да, в школьное время, там, да, то есть, он пришел домой, в соцсети забежал, там, в инстаграм, потом в игры забежал, ну, что он может об улице написать? Ничего. Вот. Абсолютно. Ну, а, кстати, лейбл, это слово я не люблю, оно мне сложно дается для произношения, оно играет какую-то роль? Конечно. Ну, тут, как сказать, тут две стороны медали, давай я кратенько скажу, потом скажу. Я вырос. То есть, если артист уверен в себе, что он 100% стрельнет, сделает крутой трек, и, там, через месяц он будет в Москве, фитовать, не будем говорить, там, с кем, ну, с таким крутым исполнителем, то он должен все знать сам, как сводить трек, как его отправлять на дистрибьюцию. Кучу времени, пройдет 10 лет, он перестанет заниматься музыкой, хотя он мог, возможно, что-то сделать. Ну, а про лейбл? Ну, да, я лучше посерьезнее на этом плане отвечу, что артист может крутить себя сам. Артист может делать музыку полноценно сам, двигаться по студиям, снимать клипы, обращаться к крутым операторам, вкладывать в это финансовые средства. Единственное, останется самый сложный момент, пиар и менеджмент. С этим, конечно же, компания будет активнее помогать, но компания тебе поставит условия, и ты должен будешь работать на этих условиях. Там вопрос в том, что ты можешь потерять свою личность. Ну, мне вообще кажется, что выход из лейбла, да, в какой-то мере, ну, это прям, ну, Blackstar, да, яркий пример. Blackstar, Эльван, может быть, в этом есть плюс, пиар какой-то, опять же, люди начинают, смотря, что ты ищешь, что, какую ты видишь свою миссию, это у тебя внутри, и ты уже думаешь, нужно ли оно тебе или нет. Хочешь ли ты работать на компании? Компания будет требовать от тебя хиты, компания как раз будет требовать от тебя актуальные тренды и прочее, попсовый материал, чтобы это заходило всем людям. А ты хочешь, там, рассказали о своей внутренней боли, и тут ты теряешь это, теряешь свою личность, но ты зарабатываешь деньги, компания тебе этому активно помогает. Сиди дальше, говори о своей боли, но вкладывай финансы в то, чтобы твоя боль крутилась во всех ушах. Ну, то есть, может быть такой момент, что ты сделаешь трек, тебе он понравится, ты покажешь это своему лейблу, он скажет, давай поменяем припев, сделаем его вот так. Он будет более попсовый, возможно, но тебе это уже не понравится, и как бы это уже будет не то, то есть, ну, поменяли трек в целом, уже не так. Хотя, возможно, он будет лучше, там, стрелять, я имею в виду, на площадках. Не, но есть лейблы, которые дают свободу артисту. Свободу. Яркий пример тому, скриптонин Газголд, то есть, когда он попал на Газголдер, он рассказывал, он Баста рассказывал, что да, я ему даю полную свободу, пускай занимается, делает, я просто знаю, что он сделает круто. Ну, потому что там талант прям. Хотелось бы быть причастным. К лейблу? Да. Хотелось бы самим стать лейблом, хотелось бы, чтобы rap.ladivostok.ru стал лейблом. Вот, серьезная заявка. Если поговорить об именах, у нас, нет, вот сначала для вас есть какие-то имена для обоих? Ну, не скажу, кому хочется соответствовать, да, но... По России, да, или вообще? Да, ну, вообще, вообще, не только по России. Ну, на сегодняшний день у меня вообще нет никаких имен. Есть просто вещи, ну, треки так называемые, которые заседают в голову, и они прям крутятся, и ты понимаешь, что это круто звучит, можно сделать так же. Но, наверное, нет. То есть, таких треков, там, или групп, которые сто процентов, там, я могу послушать трек один раз, второй раз. То есть, я послушаю один раз, ну, понравится, да, и буду слушать что-нибудь другое. Руслова. Да, куча имен. Ну, пар, трое, ну, самые такие известные, которые ты прям можешь. Это я, ну, даже, ну, сказать, что он реально молодец. Ну, я уже вот сказал, тот же яркий пример, там, скриптонит, бастергос, голдер, там, не знаю, группа каста, они всегда останутся ярким примером. Мне кажется, это уже классика. Ну, это классика, да. Ну, тем не менее, классика, не классика, они же себя как-то поменяли, под новый звук подстроились и делают до сих пор круто, и порой их куплеты до мурашек, до дрожжи. Ну, из МСИ, да много, да все кто-то. Не, ну, много, действительно, то есть, нет такого, что прям, вот. Не, я могу, конечно, брать там сейчас прям трушных всех вот этих прям подземщиков, ну, я просто сейчас список будет такой поступленный. А я вообще люблю. Программы не хватит. А я вообще больше всего люблю слушать американские рапицы. Я начну тот список листать, там будет еще в четыре раза дольше. А уровень наших, Владивостокских, дальневосточных исполнителей? На сегодняшний день, наверное... Да, вот я бы не сказал. Сейчас будет спор, будет спор. Нет, на самом деле, да, да, на самом деле, на самом деле есть всегда на Дальнем Востоке свой стиль, там вот это все как-то было еще со времен групп Братства Свободы, там, Войт Нигас, Стрит Альянс. И здесь это до сих пор есть, и есть хорошие имена, реально сильные. Многих из них не слышат, многих уже слышат, но тогда он уже как-то удаляется, что ли, от Владивостокской именно культуры и дальневосточной культуры. Но есть, везде, во всех регионах, на Сахалине, на Камчатке, везде есть классные. Не, ну, те, которые прям известные, известные прям, чтобы могли бы кто-то по-россии сказать, да, мы знаем такого. Ну, яркий пример, Ост, рыночный отношений. Нет, вот Ост, да, Ост. Ну, это бывший участник группы Вульгар Митон, ну, почему бы нет, вот. Ну, да, кстати, вот Ост. Ну, Вульгар, да. Сейчас активно набирает здесь региональную популярность и уже выходит немножко на западный уровень Бизи участник Дима Салют. И очень хорошо, что сейчас он делает музыку с Бармалеем, это бывший участник, а, здравствуй, почему участник Браста Свобода, бывшего Браста Свобода, это не распалось, вот, в принципе. Ну, вот, и хорошо, что Бармалеев как-то тоже влился в эту струю. Ну, короче, все у них там нормально, делают, ребят. Их немного, много делают. Да, единственное, да, имен не прям много, но есть. А в скором времени какое-то мероприятие будет происходить, рэп, Владивосток, что за? Мероприятие у нас проходит очень часто. За год сколько примерно, ну, вот, если так назвать? Ну, если быть только не ситуация с ковидом, так вообще в год стабильно выдавали по 6-7 мероприятий из них. Ну, это прям хороших мероприятий и еще помимо этого каких-то мини-мероприятий, скажем так, то есть там штук 10. Вот, на данный момент 16 апреля рэп-кавер-шоу, где ты можешь прийти и стать... Исполнить трек любого. Это такое, открытие микрофона, а? Нет, ты можешь прийти и исполнить треки любимых каких-то своих вот как раз звезд. Ну, типа, почувствовать себя на его месте. Подградмите звезд, то есть нужно ничего придумывать, просто берешь минус, исполняешь. Можно сделать круче, чем оригинал, можно сделать как-то по-особенному. Необязательно повторять, это не караоке. Да нужно сделать круче, чем оригинал. Ну да, нужно сделать круче. Я когда слышал про рэп-тусовку, я назову это так, да, я сразу вспоминаю Эминем, как там этот фильм назывался? Восьмая милия. Восьмая милия, да, вот что-то в этом духе. Это примерно то, что самое? Нет, сейчас тоже. Это больше батл. То было батл, да. Слово батл надоело всем, особенно на таких тусовках, мероприятиях, потому что люди не понимают, за что они бьются. Ну, формат реально такой уже устаревший. Да и батл стали примитивными, неинтересными. Да и батл стали примитивными. Не хватает, чтобы... То есть освещать нет. Ну, побольше, да, освещать, побольше об этом говорить. Ребята наши, как заинтересовывают слушателя? Точнее, я даже не так, наверное, спрошу. Как заинтересовать слушателей? Ну, если касаемо тусовок, да, мероприятия, вот с этим есть трудности, потому что ребята молодые и немолодые как-то очень слабенько проявляют активность, чтобы прийти поучаствовать. Ну, наверное, призы какие-то надо делать. Призы, наверное, такие похожи... Ну, снять клип, вот, допустим, первое место снять клип. Может быть, это и пошел бы действительно, но это непросто. Ну, это серьезных денег будет. Это не то, что денег. Рэперы-то, они творческие люди, они могут, как бы, придумать такой клип, что видеографы просто не смогут такое сделать. Вообще, в наше время, мне кажется, стало все в этом плане сложнее только потому, что вот как раз люди с появлением такого большого потока информации просто разучились читать. Ну, им еще и некогда. Там многие работают все время, там, до потери пульса по 16 часов, чтобы заработать какие-то кровные деньги, там, отбить кредит и прочее. Ну, обстановка такая. И я так думаю, что вот это уже превратилось... То есть, сначала это было что-то вроде... Много информации. А теперь это уже даже в лень переросло. Ну, настолько большой поток информации, что все кратко, что люди даже ленятся просто нажать на кнопочку «Еще». То есть, ты выкладываешь в сеть песни, ты говоришь там, она есть на всех площадках. А тебе пишут, скинь на WhatsApp, где я могу ее послушать. Там же написано, текстом тебе, вот, что... Песни есть на всех площадках, там, на всех платформах. То есть, она есть в интернете. Просто зайди, напиши и найди. Все, а вот, ну... Вот так вот. Да, то есть, чтобы как-то привлечь человека к творчеству, да, я не знаю, нужно какую-то обертку сделать интересную. Вот все этого ждут. Если раньше был портал, да, форум один-едины, были телефоны, но они были такие все скромные, что только смс-ками все общались. И чтобы нужно получить информацию, нужно было прийти домой, включить компьютер, зайти на форум «Рэп Владивосток.ру», почитать информацию, узнать, что будет мероприятие, и сходить на него. Сейчас все понимают, ну, быстро получают информацию, и, наверное, вот как-то разбалованные стали. То есть, ну, не знаю, может, не пойду, может, пойду. Вот, 16-го числа, 16-го апреля, 16-го апреля, бар-маяк, рэп-кавер-шоу. Приходи, участвуй. Приходи, участвуй. Сделай круче, чем оригинал. Сделай круче, чем оригинал. Да. Последний вопрос хочу задать. Не знаю, то есть мы говорим о привлечении молодежи, да, еще чего-то. Как вообще люди сегодня реагируют на рэпер? Ну, я просто помню, что когда я, я как и слушала его, там, 20 лет назад, так и сейчас, наверное, да? Дальневосточный рэп слушала? И дальневосточный тоже. Родители хватались за сердце, да, там, учителя падали в обморок с учетом того, что я в гимназии училась. Ну, это же ни о чем не говорит, правильно? Дима – врач. Руслан, ты чем занимаешься? Я в море хожу, там, да, разные работы. Рэпер, наверное, сейчас это клеймо. И на самом деле многие отходят от этого слова рэпер. Слава богу, что отходят. Есть сейчас поговорка такая, куда ни плюнь в рэпера, побольше. Почему? Рэпер, если вот говорить рэпер, я представляю сразу такого парнишку в широких штанах, с дредами. И многие вот осталось, этот стереотип, он остался у всех. Наверное, сейчас правильно говорить рэп-исполнитель, потому что рэпер же, он тоже может спеть песню. Почему сразу? Да, сразу артист, он может исполнить, там, клип снять. Может быть, целый концерт даже выдачу. И остается стереотип, но мне кажется, через пару десяток лет все как-то забудут этот вот образ парнишку. Ну, 16-летнего в дредах, ну, Децл, да. Я помню, моя бабушка, царство небесное, говорила так, что, мол, твоя музыка, вот этот рэп, она никогда не станет модной, там, актуальной и прочее. В итоге, Дрейк побил рекорды Майкла Джексона, Мадонны, везде, там, в билбордах и спотифаях, Eminem побил все рекорды. В итоге, рэп есть везде, в любой музыке, в любом жанре. Берешь современных артистов, ты смотришь, их называют рэперами, а они, на самом деле, в голове вообще панки. На самом деле, да, вот это вот все, смешались все субкультуры. Нет, ну, есть жанр просто разный, он меняется, это нормально. Он растет, да, развивается. Битрейд сейчас читает уже не под 70 пипе, как раньше. Почему? Сейчас читаю 70, но по-другому. Как-то по-другому, да, то есть, все равно все интересно, он шагает, прям, такими шагами. А, он постоянно развивается. Развивается. Что будет через 10 лет, не знаем. Ты ложишься спать, там, вчера был, вот, лег спать, да, вчера был трэп, проснулся, сегодня уже дрил. Так вот, что такое? Пояснишь, ну, получилось. Ну, под жанр, да, под жанр музык. Ну, мне кажется, это неверно судить, к тому же, по какому-то такому клейму, действительно. Ну, надо просто быть собой, быть личностью, показывать себя. Мы все выросли, мы стали разными, но любовь к рэпу, она осталась. Ну, к музыке, к музыке, статус-кво. Ну, вообще, наверное, это так странно, каждый находит для себя то, что он хочет. Кто-то хочет слушать рэп, кто-то классику, кто-то панк, кто-то рэп. Кто-то может совмещать все это. Да, кто-то может совмещать. А у меня дома до сих пор лежат широкие штаны. Классно. Которым лет 20. Увожу, хожу. Да, со мной, что я хорошая, я в них до сих пор влезаю. Надо было в них выходить к вам на студию. Наверное. Ребята, удачи вам, удачи на мероприятии. Пусть придет как можно больше людей. Ну, и действительно, те, кто интересуется рэпом, пускай находят лазейки, продвигаться и делают что-то достойное. Самое главное, чтобы люди приходили. Спасибо вам за эфир. Спасибо за эфир. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о рэп-культуре и как она развивается в нашем городе. В гостях у нас были дальневосточные рэп-исполнители Дмитрий Доктор Дэй и Руслан Лайнлайт. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова